Сегодня вполне ожидаемо, учитывая вчерашнее обновление, разработчики выпускают новое, которое весит 202 мегабайта. Коротко пройдемся по нему и заденем некоторые новости и факты, связанные с CS2. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Хочешь поднять топовые скины, но не знаешь где? CS Fail поможет тебе поднять еще и настроение. Огромный выбор уникальных режимов, возможность пополнять скинами из CS2, Dota 2 и Rust. И главное, честность сайта и различные бонусы. Например, барабан призов, который состоит из 8 бонусов, от возможности получить рандомный скин или же деньги на баланс. Вам доступен один бесплатный прокрут в 4 дня, но вы можете сократить это время на 6 часов, поставив аватарку или в нике CS Fail в стиме. Или воспользоваться моим промокодом на дополнительный прокрут. А также не забывайте про легендарные режимы. Краш, где тебе нужно успеть забрать ставку до того, как упадет тэшник. Или же колесо, в котором нужно угадывать коэффициент на барабане. Ну и конечно же дабл, угадывай один из 4 коэффициентов и возможно копилочка разобьется в твой раунд. Ну а пополнить баланс на сайте можно различными способами, от скинов до крипты. Ну а если используешь мой промокод, получишь 10% к пополнению. Ссылочка, разумеется, в описании. Ну что же, разработчики решили наконец-таки обновить карту Pull Day. Хотя в день релиза карты в игре, она уже лежала в мастерской с новыми изменениями, которые мы получили почему-то только сегодня. Добавили поддержку загрузки последней версии карт от сообщества из мастерской при игре на серверах сообщества, даже если разные версии одних и тех же карт также доступны в официальных группах карт. Исправили обнаружение G-синхронизации, которая также работала в полноэкранном режиме без окон. А еще исправили ошибку, из-за которой английская раскладка клавиатуры США могла оставаться загруженной для пользователей с неанглоязычными клавиатурами. Но в итоге они что-то напортачили и им пришлось сегодня выпускать дополнительное обновление на 100 килобайт. Ну и конечно же исправили пустую строку радиокоманды, которая воспроизводилась, когда установленная C4 находилась в нескольких секундах от взрыва. Тем самым теперь в случае данной ситуации будет красоваться радиокоманда «Убирайся оттуда». И на этом обновление заканчивается, так что переходим к новостям. Вчерашняя находка в файлах, которая касается записи моментов из игры для Steam клипов, на удивление анонсировались спустя чуть меньше суток, и она даже доступна в бета-версии Steam. Ну а для ее включения нужно зайти в настройки самого Steam и во вкладке интерфейса включить участие в бета-тестировании. Также в прошлом обновлении при тщательном анализе интерфейса, как оказалось в игре не то, что не добавили недостающие анимации MVP, их по всей видимости специально вырезали к релизу самого обновления, так как данные анимации находились чуть ли не в середине кода. Что говорит нам о будущем развитии этой фишки и даже возможной ее монетизации. Также в прошлом ролике я забыл упомянуть, что добавили новые трофейные медали для создателей карт, которые имеют абсолютно новый внешний вид. Возможно, кстати, вы их уже видели, но я просто обязан вам кое-что сказать. Теперь я понимаю, почему до сих пор они не добавили трофеи за мейджор. Однако разработчики настолько обленились, что теперь используют автоматический генератор карт нормалей. Если раньше они рисовали их вручную или дампили с высокополигональной модели, то сейчас это просто какой-то ужас. Ну а теперь немного о новой калибровке в соревновательном режиме. Несмотря на то, что в целом обновление позитивное, так как звания по идее должны прийти в норму, это, к сожалению, на много шагов отдаляет нас от избавления читеров в игре. Даже если представить, что они используют нейронную сеть для изучения поведения игроков, что в целом пока не доказано. При данном нововведении алгоритму придется заново изучать поведение игроков, основываясь на новых реалиях званий. А пока что в игре все стабильно, читеры во всех режимах и чуть ли не в каждой второй картке. И если вы думаете, что вы счастливчик, который это избежал, советую пересмотреть демку вашего матча. Ну и напоследок. Несмотря на шумиху, которую разгоняли вокруг операции, обновление в целом было хорошее. И я думаю, если разработчики успели бы его выпустить к юбилею, всем бы было норм. Потому что на 20-летие кс, если вы помните, добавляли лишь классический даст 2 поверх обычного. То есть, один раунд должен был происходить на оригинальном дасте, а следующий уже на классическом. Точно такой же мув использует сейчас карта пулдей, которая, к сожалению, припозднилась. Ну а также хочу добавить, что я понимаю, что сейчас продвигают паспу о том, что никаких крупных обновлений летом уже не будет. Но черт, никогда не следует прогнозировать какие-либо даты или сроки выпуска каких-либо обновлений. Можно реально обосраться. Не даю вам никаких надежд, а просто хочу указать на один определенный факт, который почему-то все решили игнорировать. Начиная с февраля этого года, крупные изменения в игре стали выходить стабильно по определенному графику. Конечно, не идеально, учитывая промахи с тем же мажором или юбилеем. Но все же, раз в месяц мы получаем одно крупное обновление, или же то, которое сильно влияет на игру. Сами же посмотрите. В феврале это гонка с вооружением и кейс. В марте это турнирное обновление с наклейками. В апреле смена рук, прицел к гранатам и перелопатили магазин покупки. В мае кардинальное изменение в огневых гранатах и добавление аренды. Ну а в этом месяце анимированы MVP и добавление ротации карт от сообщества. А теперь, ребята, думайте. Вот такая вот вам пища для размышления. На этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok